Славянский район по праву считается одним из самых спортивных в Краснодарском крае. Весомый успех славянцев как в спорте высоких достижений, так и в массовом и детско-юношеском спорте у всех на слуху. О победах славянских спортсменов, которые обеспечены большим вниманием властей всех уровней, шла речь на торжественном мероприятии – подведении спортивных итогов работы в минувшем году. Более 61 тысячи человек занимаются физкультурой и спортом в Славянском районе, а это без малого половина его населения. С каждым годом растет количество людей, увлеченных спортом. В числе лидеров – славянское городское, анастасиевское, рисовое и прибрежное сельские поселения. Работа спортивных клубов во всех поселениях способствует популяризации физической культуры и спорта среди жителей. В число важных физкультурно-здоровительных и спортивных мероприятий в 2017 году входят спартакляда трудящихся, всегубанские турниры на клубах губернатора полёка, атлетики, плавания, футболу. Также детские дворовые команды участвуют в стритболе и футболе традиционно в летний период. Спартакляда физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, чемпионат Славянского района по футболу, волейболу и все открытые чемпионаты, которые вы проводите по своим видам спорта. В 2017 году было проведено 648 спортивно-массовых мероприятий. Наши спортсмены завоевали 983 медали на соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней. 19 спортсменов выступали за сборные команды России, 208 за сборные Кубани. Успехи славянцев напрямую связаны с большим вниманием местных властей к физкультуре и спорту, к укреплению и развитию их материально-технической базы. Как говорится, лучшее – враг хорошего. И ещё есть к чему стремиться, в том числе на селе. В каждом нашем сельском поселении должна быть такая спортивная площадка, как сегодня в прибрежном сельском поселении, в целинном сельском поселении. За пять лет мы отремонтировали 26 спортивных залов в школе, потому что в сельской местности мы считаем, что спортивный зал средней школы, либо какая-то у нас школа, да, в целом образовательная школа – это центр притяжения спорта и детей, и в целом взрослого населения. Немало добрых слов прозвучало в этот день в адрес спортсменов, тренеров, учителей физкультуры, руководителей спортивных учреждений, словом всех, кто вносит свой весомый вклад в развитие спорта в Славянском районе. Самая приятная часть торжественного мероприятия – чествование всех отличившихся. А их было очень много. В числе награждённых – воспитанник спортшколы «Триумф» Егор Голиков, который получил удостоверение мастера спорта России по боксу. Смотрел на парней, которые были опытные, учился, спарринг проводил. Потихоньку всё получалось. Съездил на соревнования, хоть и проиграл первый, второй, третий раз, но в итоге победы приходят с опытом. Особыми аплодисментами встретили все собравшиеся награждённых спортсменов-паралимпийцев, на счету которых 17 российских медалей и 6 краевых. Пожалуй, самый долгожданный момент – это объявление имени лучшего спортсмена года. Им стал серебряный призёр чемпионата Европы, неоднократный призёр российского чемпионата Александр Грипич, который только что получил и удостоверение заслуженного мастера спорта России. Важная ступень. Когда я до неё дошёл, у меня уже такой большой путь был спортивный позади. В общем, ненадолго так остановился, призадумался, что сделано, что хочу ещё сделать. И понимаю, что впереди ещё ступени есть. Надеюсь, пошагаю ещё по ним. Своих успехов известный прыгун с шестом добился во многом благодаря наставнику, заслуженному тренеру России Сергею Грипичу, который признан тренером года. Мой тренер, он же мой отец. Я считаю, что один из лучших не только в России, но и в мире тренеров по прыжку с шестом. Он очень много видит, очень много понимает. Затем состоялось чествование лучших спортивных активистов и профессионалов славянского городского поселения. Праздник ярко продемонстрировал, что физкультура и спорт в нашем районе успешно развиваются, а значит, в наступившем году будут покоряться новые спортивные вершины. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».